Футболистка Челси была очень недовольна тем, что вратарь Леона тянет время, и начала пытаться всячески выбить мяч из ее рук, что привело к стычке. Хотела ускорить процесс выноса мяча, а в итоге, наоборот, задержала. Нападающая потеряла мяч и упала прямо на ногу футболистки-соперницы Мартинес, что привело ту в бешенство. Одна клубница пострадавшей футболистки решила разобраться с Мартинес, и в итоге обе были удалены с поля. Арбитр – настоящая пацифистка, только за мир на поле. Футболистка так дерзко и грубо толкнула на землю соперницу, что даже стоящий сзади мужчина тренер подумал – ну уж нет, я влезать не буду. После того, как на футболистке нарушили правила, она как будто с цепи сорвалась, и во что бы то ни стало пыталась отомстить обидчице. А переросло это в общую потасовку и, как следствие, удаление спортсменки с поля, что, кстати, тоже вызвало у нее волну негодования. Страшно представить, что происходит, когда этой футболистке кто-то хамит в магазине. Футболистка Арсенала решила помешать вратарю Челси вынести мяч, и в итоге грубо въехала той в ногу. Добрее надо быть к людям. Португальская футболистка так прикипела к шведской сопернице, что никак не хотела отпускать ее руку. И, судя по ее лицу, она вообще не понимала, что ж так не нравится шведской спортсменке. Футболистка была сильно не согласна с тем, что арбитр остановила игру и на эмоциях пнула мяч. За что тут же была наказана красной карточкой. Это уже было второе решение за 5 секунд, с которым она не согласна. Поэтому это привело к небольшой потасовке. Американская футболистка, кажется, решила истребить всех своих соперниц на поле. Поэтому за 2 секунды жестко скосила двух футболисток подряд. Может, ей стоит сказать, что женские бои сейчас тоже стали популярны? А здесь началось все с симуляции футболистки. Но перешло все уже в далеко не выдуманную агрессию. Очередное доказательство того, что симуляция – это зло. Кажется, футболистка Грин вдохновилась на резкой моментов с футболистом Пепе, где он бьет ногами лежачих, и тоже решила попробовать. Результат вполне ожидаем – удаление. Сложно понять, на что рассчитывала литовская футболистка, когда шла на такой очевидный грубый толчок, нападающий у своей штрафной. Это была бы отличная защита в регби, но не в футболе. Горячий итальянский нрав можно порой увидеть и в женском футболе. Стоит сказать, что-то не то, и тут же поплатишься физически. И не важно, что за это наказывают красными карточками. А иногда в женском футболе на поле и вовсе можно увидеть настоящую драку, которая еще и переходит в массовую потасовку. Интересно, что так разозлило футболисток? Но наверняка у них было время помириться, так как обеих бойцов удалили с поля. Но не всегда за агрессивное поведение удаляют. Двух футболисток, которые чуть не подрались и устроили потасовку, арбитр наградила лишь желтыми карточками. Видимо, у этого арбитра правило не доставать красные карточки до первой крови. Хорошо, когда футболистки хотя бы понимают свою вину. Футболистка Леона почувствовала себя персонажем игры Mortal Kombat и в прыжке врезалась сопернице в голову коленом. Но зато после этого сразу же сама пошла в сторону подтрибунного помещения, даже не дожидаясь решения арбитра. Футболистка не знала, как отобрать мяч у соперницы, поэтому, недолго думая, всем корпусом толкнула ее в спину. Если в дверях не подходят ключи, вышиби двери плечом. Футболистка на высокой скорости схватила соперницу с заволосы прямо перед штрафной. Арбитр тут же поспешила доставать красную карточку. Но оказалось, что там вся команда агрессивна. И футболистки начали выбивать карточки арбитра из рук. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. На сегодня это все. Субтитры сделал DimaTorzok